Израиль готовится к возможному землетрясению. По подсчетам сейсмологов, оно может случиться в ближайшее время. Власти бьют тревогу. Жилой фонд совершенно не готов к такой стихии. В случае сильного подземного толчка только в первые минуты могут погибнуть около 10 тысяч израильтян. Сергей Услендер подробнее. За долгие десятилетия конфликтов, войн и борьбы с террором, тема землетрясений в Израиле как-то отошла в тень. Между тем, ученые бьют тревогу. Сирийско-африканский разлом снова активен, трясет хоть и не сильно почти каждый день. Мощные толчки, которые привели к человеческим жертвам, были здесь в последний раз в 1927 году. Такое случается раз в 100 лет и вероятность повышается с каждым годом. Поэтому служба тыла, аналог МЧС, постоянно проводит учения. Есть масса других служб, которые тоже проходят специальные тренировки. В первую очередь это пожарные. И затем в больших муниципалитетах и тех, которые готовятся к этой ситуации, которая находится в особо опасных сейсмических зонах, есть городские спасательные команды, которые тоже готовятся к службе тыла. Они состоят из работников муниципалитетов. Но главная проблема – неготовность чрезвычайных служб по состоянию жилого фонда. Половина жилья в Израиле не отвечает требованиям сейсмичности и представляет угрозу для своих обитателей. В новых домах обязательно есть вот такая укрепленная комната, бомбоубежище. Это такая бетонная коробка, интегрированная в конструкцию здания. Она же служит элементом из сейсмоукрепления. Стены здесь вдвое толще, чем во всех остальных комнатах. Считается, что во время подземного толчка можно укрыться внутри. Это будет относительно безопасно. Но такие комнаты есть только в зданиях, построенных после 1991 года. В старом жилом фонде таких помещений нет. Программ по укреплению зданий было много, но то не хватало денег, то времени. Большая часть старых домов так и осталась нереконструированными. Особую опасность представляет Хайфа и ее окрестности. Город расположен на склонах холмов и сильный толчок просто сбросит здание вниз. Задача заключается в том, чтобы привести старый жилой фонд, неподготовленный к этому, в такое состояние, когда он до защищен. Это делается двумя путями. Либо усиливаются старые здания, добавляются к ним эти самые комнаты безопасности. И само здание усиливается бетонными конструкциями. Либо сносится старое здание и строится полностью новое, уже по новым стандартам. По расчетам службы тыла, в случае сильного толчка от 6 баллов и более, в первые минуты могут погибнуть около 10 тысяч израильтян. Это примерно половина от всех, кто погиб в терактах и войнах за всю историю государства. Если удар стихии будет ночью, это число может удвоиться. Сергей Услендер, Хабар 24.